Сегодня мы научимся сравнивать. Что такое сравнивать? Сравнивать — это отвечать на вопросы, чем похожи и не похожи друг на друга вещи. Давайте начнем. Посмотрим на эту картину. Что мы видим? Сначала ответим на вопрос, чем они похожи. Я буду считать, я тихо буду считать, а вы ответьте. Хорошо? Молодцы! Я уверена, что вы ответили. Конечно. Вариантов много. Можно сказать, что у них листья на голове. Да, это верно. Две ручки, две ножки, глазки. Молодцы! Конечно, правильно. И можно сказать, что они оба фрукты. А чем они отличаются? Давайте об этом подумаем. Я даю время. Молодцы! Супер! Я уверена, что вы ответили. Яблоко зеленое, а лимон желтый. По цвету отличается. А еще чем они отличаются? Как вы думаете? Я немножко помогу. Например, эти фрукты оба желтые. Да? Чем они отличаются? Давайте представим. Мы откусили яблоко. Что мы почувствовали во рту? Сладкий вкус. Сейчас представим. Мы откусили лимон. Что мы будем чувствовать? Да, кисло очень будет. Кислый вкус. Значит, они отличаются и по вкусу. Да? Молодцы! Дети, сейчас мы сравнили фрукты. Давайте посмотрим. У нас красное яблоко. Да? По вкусу одинаково, я уверена. А чем они отличаются? Как вы думаете? Я уверена, что вы сказали, что по размеру. Одна маленькая, другая большая. Да, они отличаются по размеру. Маленький и большой. Карандаши желтого цвета. Чем они отличаются? Молодцы! По длине. Один карандаш длинный, а другой короткий. А деревья чем отличаются друг от друга? Подумаем. Я уверена, что вы ответили. Высокая и короткая. Одна высокая, одна короткая. Молодцы! А сейчас посмотрим. Вот мы сравниваем их по размеру. Когда мы сравниваем по размеру, мы смотрим на величину, то есть большой и маленький. На высоту. Высокий, низкий. И на длину. Длинный и короткий. Молодцы! Вот мы сейчас сравнивали по размеру. По высоте. Высокий и низкий. По длине. Длинный и короткий. И, конечно, по величине. Большой и маленький. Давайте будем сравнивать эту кошку. Давайте узнаем, это большая кошка или маленькая. Я буду считать до десяти, а вы ответьте. Хорошо? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 девять, десять. Нашли ответ? Да, это трудный вопрос, я согласна. Очень трудно сказать, это кошка большая или маленькая. Чтобы понять, чтобы сказать, это кошка большая или маленькая, нам необходимо сравнивать ее к каким-то другим предметам. А для этого нужно поставить предметы рядом или представлять в уме предметы рядом. Например, мы поставили мышку около кошки, и что мы видим? Кошка большая. А если вдруг рядом поставим собаку, тогда кошка будет маленькая. Значит, по размеру может быть и маленький, и большой. Это зависит от того, чем мы сравниваем. Правильно? Ребята, вот мы научились сравнивать по цвету, по вкусу и по размеру. Уметь сравнивать по размеру поможет нам решить очень много задач. Например, как вы думаете, этот мальчик может прокатиться на этом велосипеде? Подумаем. Да, я согласна. Нет. Почему? Почему? Велосипед большой, мальчик маленький. Не по размеру они. Правильно? Молодцы, дети! Сегодня мы очень многое узнали. Мы узнали, что такое сравнивать. Мы поняли, что можно сравнивать и по цвету, и по вкусу, и по размеру. Мы узнали, что когда мы сравниваем по размеру, мы обращаем внимание, мы смотрим на величину, то есть большой и маленький, на длину, длины короткий и на высоту, высокий и низкий. Мы узнали, что это помогает нам решить очень много задач. Когда мы умеем сравнивать, мы можем описывать то, что мы видим. Я была бы рада, если бы вы под видео написали ответ на эту задачу. Ребята, какой фрукт больше всего вам нравится? Рбуз, банан или яблоко? Расскажите, ваш любимый фрукт самый большой или самый длинный или самый маленький? Я все прочту. До свидания. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин